Иван Демидов Вот если мы нажимаем на кнопочку, то у нас кроется там действительно багажник. Можно перевозить деньги при много денег. Покер единственная карточная игра, которая стала видом спорта. В покере нужна память, реакция, интуиция, хладнокровие. Свою спортивную карьеру Иван начал с компьютерных игр. Таких популярные стрелялки. Потом сменил компьютерный стол на карточный. Сейчас Иван профессиональный игрок в покер. Другой службы у него нет. Его рабочий день за 8 часов тренировки. Мы часто слышим такое выражение, если ты такой умный, то почему же ты бедный? Так вот вопрос. Ум и богатство это близнецы и братья? Одно без другого невозможно? Ну, для богатства нужен ум, но кроме того, для богатства в нашем мире надо ведь огромное количество еще всевозможных других способностей. Топтать других, принимать во внимание только себя, решать вопросы исходя только из каких-то четких требований. То есть жестких. Где больше выгоды, где меньше выгоды и так далее. То есть человек, который решает, что он идет, в котором говорит желание к богатству, это значит желание к богатству. То есть все остальное почти, но только этому. И в соответствии с этим желанием у него развивается какой-то специфический ум? Ну, естественно. Он себя развивает, он обучается, он заводит знакомство. Для него вся жизнь это уже только для того, чтобы разбогатеть. А если рядом с ним находится сосед, действительно какой-то там сотрудник на ИИ. Но умный. Не то, что умный. Физик, ученый. Он не умный. У него другие желания. Для него знания важнее, чем богатство. В нем это говорит, он не виноват в этом. Как не виноват и тот, который стремится за долларами. То есть этот реализует свое желание, а тот реализует свое желание. И нельзя сказать, кто из них лучше, кто из них хуже. Конечно, за богатство можно купить больше, чем какие-то специфические знания, которые подчас никому и не нужны. Но себя-то он удовлетворяет. Говорит, что наука это удовлетворение собственного любопытства за чужой счет. Так что, на самом деле, почему он этим занимается? В основном, не для того, чтобы быть богатым. Редко бываешь богатым от науки. Ты занимаешься этим, потому что действительно у тебя огромное количество этих вопросов, желаний. Но нельзя сравнивать. По иерархии ценностей, естественно, что стремление к богатству, оно самое минимальное. То есть уровень его, первый уровень. Затем слава, затем власть и затем знание. И затем уже с уровня знаний человек входит в духовный уровень.